Разные таймы. Первые таймы контролировали игру, не позволяли противнику много. В первом тайме команда противника стала играть чуть по-другому. Вертикально борьба, подборы стали уступать и не получалось уходить через пас от обороны. Тоже довольно быстро теряли мяч, наверное, это вследствие давления противника на нас. И такая нервная концовка получилась. Возможно, было бы немного по-другому забей мы второй мяч. Были для этого моменты, но страдало принятие решений в завершающей фазе. Но если уже подводить в окончательные итоги счет пробега сегодня более важнее, наверное, игры. Хотя мы инициативали на хорошую игру. И нельзя забывать, что противник тоже был очень мотивирован. Хотел обмирать нас и выйти на первое место. Хорошо. Ребята сохранили концентрацию до конца игры. И там подумали, что нам повезло от колена. Вопросы, пожалуйста. Днепр остался буквально принципиальный матч. Это следующий. Дальше будут, скажем так, более, наверное, проходные матчи. Скажите, пожалуйста, насколько я чувствую команда? Вы внутри коллектива знаете, каково их настроение? Потому что я думаю, что многие уже на чемоданах первые лезли. Скажем так, насколько тяжело ее держать в турбусе? Это первый вопрос. А второй вопрос. Как обстоятельства у нас травмированные? И для кого не секрет, что на протяжении всего межсезонья было много повреждений у этих футболистов? Поскольку команда сейчас уже приходит в свой нормальный составчик? Я начну со второго. Травмированные поправляются. Действительно, у нас был сложный период на сборах. Уехали сборники. Большое количество их пришлось играть почти одним составом. И получили повреждения ведущие игроки Кобот, Полевой и Кравченко в первом туре против Запорожья. Они не играли. Вот поэтому немного выбились из игрового конуса. Наверное, они играли порядка трех недель. Но это заметно и по Коботу сегодня, и по Полевому. Ну, что касается остальных, Кожушка уже на окончательной стадии восстановления осталось там буквально неделю-две. По Порту в Карнозе восстановление затягивается. Ожидали мы одни сроки, но, наверное, будет еще немного восстанавливаться. Месяц-два, там есть определенные проблемы. Я думаю, что здесь никого просто не уходить за облужнение. Не все идет так хорошо. Поэтому мы рассчитываем, крайне более рассчитываем на то, что он восстанавливается в итоге. Но мы хотели, чтобы помог нам немного во второй лиге. И просто иметь гораздо более четкое представление о том, насколько он нам поможет в первой лиге. Сейчас там будет сложно. По первому вопросу. Ну, вы имеете в виду, что Друждекром? Ну, да. Я не скажу, что это принципиальный матч. Для кого-то да, для кого-то нет. Для нас это обычная игра, где нам нужно проверять наш уровень, проверять игроков, которые с нами, чтобы понимать, кто нам будет действительно поможет в первой лиге, кто нет. Здесь нет секретов. Мы не хотим задерживаться в первой лиге, но увидим, насколько она серьезная, насколько сложная. Команды теряют очки, особенно вот в весенней части. То есть там нет запаса прочности ни в одной из команд. Мы же хотим, чтобы у нас не было осечки, и мы будем ставить задачу выйти. Ну, это действительно очень сложная задача, учитывая состав команд, которые там играют. И на следующий год, наверное, еще больше будет. Команд, которые ставят задачу, выйти в премьер-лигу. Поэтому все понимают, в принципе, серьезность задачи и ответственности, которая лежит на игроках, на нас. Поэтому я не думаю, там будет какая-то расслабленность, чемоданы или еще что-то. Команда в хорошем настроении, в хорошем тормозе, тем более после сегодняшней победы. Поэтому вопрос недооценки, я думаю, стоять не будет. Ну, ни журналисты, ни болельщики не могут видеть результаты тестовых показаний футболистов. Но все сегодня видели, насколько особенно в конце игры наши футболисты отрывались, могли, так скажем, просто обогнать футболистов «Харьковского металлиста». Ну, если это стечение обстоятельств, чтобы просто больше сил сохранилось, или действительно вы по тестовым результатам видели, что ребята прибавили, например, там в отрезках, там бегал с одним результатом, стал лучше? Ребята прибавляют, потому что у нас, если сравнивать, вы же говорите, сегодняшний игрок, команды «Металлист» сформированы из игроков более опытных. У них нет молодых игроков. Понятно, ждать от того же Жданова или Шеренченко, при всем уважении к ним, кого-то прогрессов скорости, у нас же есть суперяк, очень быстрый игрок, тоже его, есть поплавка, то есть много быстрых футболистов у нас просто моложе, поэтому вот эта разница в скорости, конечно, она чувствовалась, и мы это понимаем, и мы нацеливали это полно, то, что нам бороться будет сложнее с ними, нам нужно играть на своих сильных качествах, на скорости, на подвижности, на резкости, просто другое дело, что это все не воплотилось в забитые иглы, нужно забивать, и то, ту скорость, которую мы имеем, то приведешься в скорости, нужно использовать, конечно, чтобы на таблогу, а за не просто вы это видели. Про следующие игры уже сказали, но у вас после этой игры еще одна контакт статус, а в связи от этого просто кой, будет ли у вас серьезная радация состава в этих игрок, причем от того, что у вас практически за неделю три игроков? Возможно, и будет, Лапарионок, мы дождемся, завтра у нас выходной, праздник, дождемся понедельника, посмотрим, как себя будут чувствовать, все рынки, Лапарионок будет пропускать, к тому же полевому нужен игровой тонус, поэтому он, скорее всего, будет играть, если все будет здорово, плюс Мемеша не может играть, не в дальнейшем какая-то ротация будет, состав 1-2 игроков мы поставим, и, правильно вы сказали, игра статусная, конечно, мы приложим все усилия для того, чтобы пройти дальше, но и понимаем, в принципе, сколько серьезно пройти. Еще вопросы?